Начинаем недельную игрову Микейтс. Интересно, Микейтс обычно выпадает на Ханук. В главе Микейтс тоже нет интервалов, точно так же, как в главе Ваидзей. Там идут подряд 146 псукин без единого интервала. Без птуха, без стуба. По-видимому, Бог так это записал в Торе, что это один кусок. Это как один клубок, который разматывается. Теперь, конец прошлой главы. Йосева посадили в тюрьму. Потому что жена его господина, его хотела заставить грешить с ней. Йосев отказался. И она его обвинила в изнасиловании. Это... Гогика говорит, что раба три с половиной тысячи лет назад, которого обвиняют в изнасиловании жены-хозяина на месте бы его выказнили. Но видно было, что они поняли, что действительно было. Как говорят, мы наши кадры знаем. И поэтому его посадили. Там с ним посадили виночерпия и пекаря, которые провинились перед царем. И они там были год. И раб Мейер Симха в своей книге Мешихохма говорит так, что Бог специально так сделал, что посадили виночерпия и пекаря, которые были при дворе. царя, гамного виночерпия, гамного пекаря, чтобы для того, что они были год с Йосифом. Ведь Бог планировал, чтобы Йосиф руководил Египтом. А чтобы руководить Египтом, надо знать правила и этикеты двора. И Бог так повел, что их посадили. Они были год с Йосифом. И они болтали, рассказывали разные истории при дворе. Так что он знал этикеты двора. Так узнал. Например, Йосиф разгадывает сон виночерпию, и он просит его напомнить фараону. А тот не вспомнил сразу и забыл потом. в конце двух лет, после того, как Йосиф разгадал сон виночерпию, у фары хэгэм, фараону снится, вейней хэймэйдалайер, он стоит у Нила. Вейней басар, упитаный мясом, ватерээ, но бооху. И они пасутся на лугу. Вейней, а вот шева парот охирот, семь коров других, и лэс ватерэхауну га-порэйс, съели коровы, роэйс амарэ плохого вида, водакей забосор, и тонкие мясом, и шева га-порэйс, семь коров, и фото амарэ красивого вида, ва бригес и упитаны. Вейкац пары, фараон проснулся. Ва ешон, заснул, ваяхалэм шэнис, вторичная мусница, вейней шева шиболим, вот семь колосев овэйс поднимается, баконэ хоть на одном стебле, бригес в этой вейс, жирные и хорошие. Вейней шева шиболим, и вот семь колосев дакейс тонкие, уждуфейс кодым, выбитые восточным ветром, цемхей сахарээн растут за ними. Бативану ашиболим гадакейс проглотили тонкие колосев, и шева шиболим, семь колосев, хабри ес, упитанные, мхамри ес и полные, байкан спарэй, проснулся фараон вейней и вот сон, вот раша говорит полный сон. Можно это понять, то есть вот полный сон и надо его разгадать. рашбам говорит, что значит вот сон, когда он все это видел, ему казалось, что это наяву в жизни, а когда он проснулся, он понял, что это сон, а когда он был во сне, ему казалось, что это в жизни так. Ва-и-ва-боккер, было утром. Ва-типоем рухи его дух его стучал, ва-ишрах послал, ва-икро послал, из-скоу хар-туми Мицраим, всех колдунов Египта, ва-скоу хахомэо, и всех ее мудрецов. Ва-исапер пары лу-хам из-схал ими, фараон рассказал им свой сон, ва-им-пай-сир и сом, и нету, чтобы его разгадал ва-фары фараону. Слово фараону тут лишнее, нету, чтобы его разгадал. Раша приводит, это медреж, то есть они разгадывали, но фараону их разгадки не нравились. Ему, например, говорили семь и семь, семь дочерей ты родишь и семь дочерей похоронишь. Ему это не нравилось, то есть не то, что не нравилось, значит не нравилось. Ему выглядело, что не это имеет в виду во сне. Он почувствовал, что этот сон касается всего государства, всей страны, не его лично. Они ему разгадывали ему лично. Поэтому написано нету, чтобы разгадал их фараону. Разгадывали, но не фараону. И тут главный виночерпи вспомнил. Вспомнил про Иосифа. Скажите, а почему он вспомнил? Он, как и многие люди, думает в первую очередь о себе и еще раз о себе. Он видит, как фараон переживает. И от переживания иди, знай, может быть, он уйдет с этого мира. Уйдет с этого мира. Для виночерпи не страшно. Как говорят, с катерностью дорога. Но вопрос другой. На его место встанет новый фараон. Захочет ли он его взять на то же место или не захочет. Иди, знай. Поэтому он решил, лучше пусть фараон живет. Поэтому он вспомнил про Иосифа. Когда он видел, насколько фараон сильно переживает о сне. Сказал главный виночерпи фараону, говоря, мои грехи, они морские родили. Я вспоминаю сегодня. Фараон сердился на своих рабов. Поставил меня под охрану в доме этого главного над палачами и главного пекаря. На холму Халим нам приснился сон. Была его ход в одну ночь. Они Богу. Я и он. Ис человек, каждый из нас, сон, как разгадка его сна, нам снился. Нам снился сон, который соответствует его разгадке. вешем и тону, а там с нами на реври. Мальчик еврей. Эвит, раб, лосарат, обохин. Главного над палачами. Когда негодяи идут делать кому-то одолжение, то они стараются его пока ему напортить. Он уже ставит Йосифу несколько подножек. Он боится, что, может быть, Йосиф разгадает и его поставит на важный пост. Так он сразу говорит на него три недостатка. Во-первых, он молодой. Ну, Йосифу было тогда 30 лет, но все-таки молодой, чтобы быть при дворе. И потом, он еврей. Он не египтянин. Наверное, он даже наш язык не знает. И он евит, он раб. Раба не ставит на какое-то уважаемый пост. Сразу он уже ставит ему подножки. Ван Сапе, ему рассказали, во-вторгоно с халами сэйном, он разгадал нам наши сны. Ишка, халами, посор. Каждому он разгадал соответственно его сну. Он разгадал. И во-вторгоно, каша по-салону, как он разгадал киною, так было. И сидящие в Алкане меня вернули на моё место, на моё положение, в ИССО, а его повесили. То есть нам обоим приснилось в ту же ночь. И он разгадал по-разному. Мне он разгадал на хорошее, а главному пекарю на плохое. И как он разгадал, это выполнилось. И раз он разгадал двум разным людям по-разному сон, и оба выполнились, видно, что он умеет разгадывать сны. его сделали, чтобы он быстро побежал из ямы. Тюрьмы были когда-то в ямах. Ваегалах постригся, ваехали в земле, чтобы поменяли одежды, потому что он должен был предстать перед фараоном в уважаемом виде. Постриженный, хорошо, нормально одетый, воевые и пришел к фараону. Видите, когда Бог хочет, все меняется за секунду. До этого он сидел, а тут поторопили его быстро, быстро, быстро. Ваегем паре элгейсер сказал фараон к Йосифу, халим, халим, мне приснился сон, у фейсер эйн эйси, нет того, чтобы его разгадал. Вани шамат и олех халимер, я слышу, они тебе говорят, ты шма халим, ты понимаешь сон, лифтер эйси, разгадать его. То есть, фараон говорит, я слышал, что ты замечательный разгадчик снов. Ну, что Йосиф должен был пререагировать, а? Чтобы каждый другой человек сказал. Он сидит уже долгие годы в тюрьме и тут появилась удивительная возможность, что он приходит, пристает перед фараоном и фараон нуждается, чтобы разгадали его сон. Если фараон поверит и почувствует, что он таки умеет разгадывать сны, наверное, он его вытащит из тюрьмы. Замечательный момент, и надо его использовать. Что другой человек бы сказал, говоря, что ты знаешь разгадывать сны? Конечно, я знаю, я умею, конечно, конечно. А что Йосиф отвечает? Послушаем. Моян Йосиф с парой ответил Йосиф фараон Лимар говоря, биорода это не мое. Это не мое. Разгадывание снов не то, что я что-то умею. Это просто Лим, Яне, Бог, чтобы ответил от шлем пары. Мир фараону. Это Бог помогает разгадывать сны. А я сам по себе ничего особого не представляю. Я не умею так разгадывать. Это Бог помогает, чтобы я разгадывал сны. Это от Бога, не от меня. И это и скромность, это и правда. Это от Бога. Он говорит, не во мне. Это от Бога. И человек, каждый из нас должен тоже это знать и ощущать. Что таланты, знания, понимания это не наше. Это подарок. Войда бея пари ау есейф сказал фараон Йосифу, бахаломи, во сне моем и не имя это сфаса ер. Вот я стою у берега Нила. Вейны мина ер, а вот из Нила и лес поднимаются шева порез. Семь коров, бриез босар, упитанный мясом, мефистер, красивого вида. Ва терену, ба оху, пасутся на лугу. Вейны а вот шева порез ахерес. Семь коров других и лес поднимаются за ними. Дарез, худые, враез терк, плохого вида меют очень, враки избосов, пустые от мяса. Враез их но я не видел подобных, бахал га раз митсраем, во всей земле египетской горе а такие плохие. Ват и хау но а порез съели коровы а ракей свор а из пустые и плохие и шева порез всем коров о решении спервой а брыез упитаны. Ват ловый на окирбену они пришли внутрь их в гейнэйда и не известно кем было окирбену что они пришли внутрь их. Умар и нра а их вид плохой как шебат хиху как раньше. Такой же как раньше. Бой кот и я проснулся. тощие коровы проглотили жирных упитанных и остались такими же худыми. Мои кот я проснулся. Мои рыбах арыми я увидел вас нет уже второй сон. Мои не шеваши болим под семь колосьев и рейс поднимается в коне ход в одном стебле мрэйс в тэйвэйс полный хороший. Мои не шеваши болим а вот семь стеблей цнумэйс высохший как камень такие тонкие ждуфейс дым выбитые восточным ветром так выбитые восточным ветром семхэй сахарэ гэм растут за ними. Бат ивган а шеваши болим адакэйс прогротили тонкие колосья и еще ва шеваши болим семь колось и бат и вэйс хороше хороше цепит анех журных ваймар а артумим я говорил к моим к колдунам вайм а гидли и они не сообщают мне не сообщают мне разгадку боги имя гейс и пары сказал гейс фараону хороше пары эхаду это один а шеваши то что бог делает и он сообщил фараону бог сообщает что он сделает в мире и в египте шево пары саты вэйс семь хороших жирных коров шево шоним мэйну это семь лет шево а шеволим а тивэйс а семь коросев хороших шево шоним мэйну это семь лет хорим эхаду это один сон пустые и плохие которые поднимаются за ними шево шоним это семь лет выбитые восточным ветром ею они будут шеваш нэйров семь лет голода это семь лет это семь лет сытых потом будет семь лет голодных это то слово что я говорил фараону что Бог делает он показал фараону вот семь лет приходят с того года большая сытость в всей земле египетской видите подчеркивается что сытость будет именно в стране египетской не в других странах вы вы встанут шеваш нэйрова хараээн семь лет голода после них в нижках корасово берет с митроем будет забыта вся сытость земли египетской в хилу ровес орэц голод прикончен земля то что я подчеркнул что сытость сытые годы будут только в земле египетской это значит что в других странах это не будет и поэтому они не смогут собирать запасы на голодные годы сытые годы особое изобилие будет именно в земле египетской а потом станут семь голодных лет не будет известно сытое в земле из-за голода того который будет после этого киховый думает потому что он очень тяжелый то что повторился фараону дважды один раз в форме коров а в другой раз в форме колосев кинохи на дово мим оэлихим это уже уже готово это слово от бога и бог торопится это сделать поэтому бог сообщил это в двух формах потому что уже готово и бог посчитал верным нужным сообщить это фараону чтобы он мог заботиться о людях вы а то а теперь ей рефары что фараон увидел иш новин человек разумный выхохом и мудры вы ишесы он назначил его а гэра смитрою на землю египетской хохом значит он изучает какой-то материал его знает а навон уметь понять приложить это знание на практике это навон в конце он нашел такого человека и хахам и навон я сэ фары что сделал фараон выявки в кедим назначил чиновников назначенных агарас на земле выхимейши асэра смитраем чтобы организовал землю египетскую бесшевашные особо семь сытых лет выигваться чтобы собрали эскал эйхо всю еду а шо не мотивис хороших лет або исаила вот эти которые приходят вы избрали вор чтобы собирали зерно так азят пары под рукой фарон то есть под его властью эйхо беорим еду в городах в шомору чтобы хранили это чтобы это было сохранено беорихо будет еда фикодень как то что лежит для лежит сохраненное в орыс для земли в шевашне оров для семь лет голода ашат и ено которые будут берет смитроем земли египетской чтобы лето лежало зерно и чтобы можно было его использовать на семь голодных лет чтобы не была срезана и уничтожена земля боров от голода то есть чтобы жители страны не погибли от голода так иосиф разгадал сон и потом сказал что надо делать надо организовать в эти семь ситых лет собирать зерно и хранить и чтобы потом это лежало для семь голодных лет задается вопрос для чего просили иосифа во дворец к фараону чтобы он разгадал сон разгадал сон все тебя спрашивают советы кто тебя просил иосиф давать советы разгадал сон точка а вопрос особенно предыдущие владыки такой поведение не по правилам не терпели тебя пригласили разгадывать сны разгадай сон когда тебя попросят совета давай совет а тебя не просили рамбан отвечает на это так надо же понять что значит тощие коровы проглотят сытых и не будет заметно что они проглотили останутся такими же точечными такими же худыми что это значит рамбан говорит так это означает что в семь голодных лет будут есть то что собрали в семьдесятых лет это означает что семь точечных коров проглотят семь жирных коров то есть в голодные годы будут есть то что собирали в сытые годы это часть разгадка сна то что Иосиф сказал что взяли человека чтобы руководил и собирал и хранил это часть разгадка сна для того чтобы это произошло чтобы то что видели во сне что сытые тощие коровы проглотят жирных и останутся такими же худыми это означает что в семь голодных лет будут есть то что собирали их и хранили в семь сытых лет это и при всем этом будет большой голод в стране это значит что худые коровы остались такими же худыми голод будет и немножко хлеба будет из сытых лет но будет но будет голод это это означает что они проглотили так Йосиф просто продолжал разгадку сна чтобы это исполнилось что должен быть человек который всем этим руководил собирал в сытые годы зерно хранил лет для того чтобы выполнил выполнился сон это часть разгадка сна так сон означает что в семь тощих коров проглотят семь сытых это означает что в семь голодных лет будут есть то что собирали в семь сытых лет и при всем этом коровы останутся тощими будет большой голод в стране понравилось это слово в глазах фараона у войны коловодов и в глазах всех его рабов во имя пары лаводов пары сказал своим рабам а немцов хозе найдем ли мы подобного ему из человек ашаруах ахаруах 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 что дух бога в нем если будем искать найдем такого так фараон идет назначить Есифа вторым человеком Египта а можно сказать даже больше фактически руководителем Египта фараон будет называться фараоном но зерном и другими делами будет реально будет руководить Есифа как фараон пошел на такой шаг моментально назначить известно что очень многие руководители боятся назначить человека который они видят впервые пробуют поставить временно и так далее и только потом назначают что послужило фараону что дало ему такую уверенность назначить его я слышал что знаете что дало ему такую уверенность человек который гордый и говорит я знаю я умею я все знаю опасно дать ему руководство он увидел в Есифе вот то что Есиф сказал ему разгадка снов это не мое это Бог дает он увидел в нем большую скромность на скромного человека можно положиться не что все министры все по правым судам в аналузе кто третий во имя паре есть сказал фараон есть во хри и рим и и после Бог сообщил все это и новым вековом комэхо нет разумного и мудрого как ты ты же сказал надо искать разумного и мудрого ну подобного мы не найдем даже если будем искать ты будешь над моим домом по твоим устам ешак будет кормиться колами весь мой народ будет кормиться по твоим устам рак акиса и только трон я буду выше тебя фараоном буду называться я по твоим я ма паре огнестер сказал фараон к йосифу рей смотри назад я сход я тебе дал ау кого расписываем на всей земле египта фараон фараон снял свое кольцо своей руки на руку йосифа баял бей шейси биг дешеш надел его льняные одежды в египте это важность льняные важные одежды байосом рыбит азов положил золотое ожерелье аутсаворы на его шею баяк бейси 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 посадил его во второй карете которая у него баи крул афонов кричали перед ним аврых кланитесь перед ним кланились люди кланились выносим истер и дали его ауколер с митроем нацизм и египта а митраж говорит что все что есиф получил он заслуженно получил заслуженно получил что он выдержал достойно выдержал испытания женой господина и соответственно все это он получил рука которая не хотела делать преступления на ее положили кольцо тело которое не хотело делать преступления его одели особые одежды и так далее и так далее все все как он выдержал испытания он получил за это награду известно когда человек достойно выдерживает испытания бог потом призывает ему награду что значит что значит что не поднимет руку и ногу Так Унглес в своем переводе на арамейский говорит, чтобы человек не поднял руку держать оружие, а ноги, чтобы скакать на лошади. То есть действия такие, которые могут создать опасность для государства, без тебя никто не имеет права делать, без моего разрешения. Ваикро Фары назвал фараон Шем-Ейсеп, имя Йосифа Сав-Нас-Пан-Эх, который раскрывает скрытые вещи. Ваикро Фары назвал фараон Шем-Ейсеп, имя Йосифа Сав-Нас-Пан-Эх, который раскрывает скрытые вещи. Ваикро Фары дал ему из Оз-Нас, дочка Петтифера Ко-И-Нейн, князь Он-Ли-Иш-Об-Жены. Это дочка того же Петтифера, что его жена хотела соблазнить Йосифа. Есть мнение, что это была дочка Дины. Есть мнение в Медраше, что это была дочь Дины. А есть мнение, что это просто дочка того же хозяина. Во Яйце-Ейце, вышел Яйце в Авера-Смитро и на землю египетской. Есть интересная геморарь. Жена его хозяина Петтифера, она имела в виду во имя Небес. Она видела, что у нее будут дети от Йосифа. Она не знала от нее, а вышла не от нее, а от ее дочки. Но Даршаним, говорят, на это очень красиво. В главе, в прошлой главе, в истории с Иудой и Тамар, так там была Тамар, которая имела в виду во имя Небес, и в той же главе была жена Петтифера. Но есть, почему же Тамар так все хвалят, а туру все проклинают. Говорят, что она проклята. Почему? Она же, по одному мнению, у наших мудрецов имела в виду во имя Небес. Смотрите, принципиальная разница. Тамар, ее послали на сожжение, и она послала к Иуде, человек, который это ему принадлежит, от него я беременна. Она не сказала, кто. Она оставила ему опцию признаться и не признаться. Она готова была быть сожжена, чтобы не позорить другого. Это во имя Небес, которые достойны. А та жена Петтифера имела свои планы и считала, что желание Небес так. А Иосиф не хотел это делать. Так она его мучила и сделала на него поклев. Но это уже не по верному пути. Ты даже имеешь самое лучшее намерение. Вы знаете, как говорят, что вход в геном часто лежит от хороших намерений. Потому что должны быть не только хорошие намерения, но и хорошие, взвешенные действия. Недостаточно хорошие намерения. Должны быть хорошие действия. Иосифу было 30 лет. Он, когда он предстал лифной пары перед фараоном царем Египта, по ельцам и лифной пары, ельцам вышел от фараона, от того, что он был перед фараоном, по яйцам прошел, по всей земле египетской. Прошел, чтобы увидеть, как организовать сбор зерна. А та ссора земля сделала. То есть собрали жители земли бы еще большие особо. В семь сытых лет, и к моцам горсти. Горсти, еще горсти. По их бы собрали скол, всю еду, шевршоним, семь лет, ажои, которые были бы размицроим, земля египетской, в айтен ехал бы горим. Он дал еду в городах. Эйхал сдаю и расшатся в ицео, еду в поле города, которое вокруг нее, носом бы с эйхал, положил внутрь нее. То есть зерно, как видно отсюда, хранится лучше на том месте, где оно выращивалось. Там оно лучше хранится. В айтен, если собрал бор, зерно кахил о нем, как песок моря, харб имеет очень много. Адхи ходал ли сперки и миспор. Пока он перестал считать, нет счета? То есть нет счета. Есть, но очень много. У есси в Юлату, есси выродились, с нейвоним, два сына, бетерем, то вишна саров, еще перед приходом года голода, то есть это за 70-х лет. Ашо Йолдовы, что ему родилась у нас, бас Петтифера, дочка Петтифера, князь он. Ваикру Йейсер, Йейсер назвал Ашим Абхэр, имя первенца, менаше, кинашани, Бог сделал мне, что я забыл, эскола моли, весь мой труд, все мое мучение, весь колбейс оби, весь до моего отца. Ваичим Ашиня, а имя второго, кора, назвал Эфроим, ки Эфране, меня расплодил, Эфране расплодил меня, Алиим Бог, бэээрэц, он ги, земле моего мучения. Вот сейчас, семь ситых лет проходят, и ваатихрену кончили, шевосны особо, семь ситых лет, ашоээкэдры были бэээрэц Митроим, земле египетски, а пээс патчоркивается, что ситые годы были только в египте. Ваатихрену начали, шевосны оров-говой, семь лет голода прийти, кашурам Агейсу, кашурам Агейсу, кашурам Агейсу сказал, так были, идут этап за этапом. Вот первый этап, ваи роа бэхолуароцэс, был голод во всех странах, ва бэхолуарец Митроим, ой огохан, во всей земле египетской был хлеб. Ваатира, в кулуарец Митроим, стала голодной вся земля египетская, ваи цикоом кричал народ, работал парой фараона в Аллохе Махлебе, во имя пары и ухоу Митраим, фараон сказал всему Египту, выходил Есиф, идите к Йосифу, а шайейм Аллохем, что он вам скажет, а что делать? Это второй этап, начался голод, и все кричали фараону, что фараон сказал, идите к Йосифу. То есть Йосиф распределял, продавал зерно. Тебя воров, а голод был, а кол пнеорос, на все лице земли. Что такое пнеорос? Раньше говорит, пнеорос, это люди, видные в земле, то есть богатые. Первым делом начался голод у простонародья, а затем голод становился тяжелее и тяжелее, он стал уже у богатых тоже. Во Ифтах есть, и есть, и открылась Кулаша Боэм, все, что в них, зерно, что в них. Во Ишбелом Митраем продал Египту. Во Ихаза Куров. И все-таки при всей продаже, во Ихаза Куров, крепился голод, берясь Митроем земле египетской. Видите, это исполнение сна, что при всем том, что соберут зерно и будут хранить, да будет сильный голод. Бехова Орец, а вся земля, пришли Митраемы в Египет, значит вся земля, жители земли, тоже не всей земли, окружающих стран. Митраж говорит, там три окружающие страны, Финякия еще пришли. Лишбер покупать, а у Ессек Йосеба, кихозок Оров, укрепился голод, бехова Орец во всей земле. Мояр Янкев, увидел Янкевки, есть шевабы Митроем, есть зерно в Египте. Моим имя Янкев Гавонов сказал Янкев сыновьям своим. Гомот и сроу. То есть, почему, чтобы вы выделялись, чтобы на вас смотрели? У них еще было зерно дома, но все соседи, все окружающие идут в Египет покупать. Зачем на вас, чтобы особо смотрели? Человек должен стараться, не выделяться, что у него смотрели, у всех нет зерна, у него есть. Зачем вам, чтобы на вас так смотрели? Это правило в жизни. Моим имя сказал Инышаматы, вот я слышал. Кие шевабы Митроем, есть зерно в Египте. Рыду шома, спуститесь туда. Выщи рулоны мешом, купите нам оттуда. В Нихе будем жить, но мы не умрем. Непонятно, если будем жить, понятно, что и не умрем. Зачем повторение? Я помню, когда я был мальчиком, я спросил это. Мне кажется, ответ на это такой. Бывает жизнь, человек живет более-менее нормально, а бывает, он не умирает с голода. Жизнью это не назовешь, но он не умирает. Существует как-то. В Нихе, значит, будем жить. Может быть, будем жить нормально. И хотя бы, в Илонномус не умрем от голода. Хотя бы. Если даже не жить нормально, хотя бы не умрем с голодом. В Агерду спустились Ахи Йесеф Асора. Братья Йесеф десять. Лишбер бор покупить зерном и метроем из Египта. Яков не послал с братьями. Потому что он сказал, что как бы не случилось с ним несчастье. Ну а дома нет. Раша приводит, что когда человек попадает в опасное место, это у сатана есть больше, что говорить, чем обвинять. То есть, когда человек, скажем, надо пройти операцию, у человека тяжелая болезнь. Конечно, Бог может помочь и помогает в любом положении. Но тут, когда человек находится в таком положении, ему нужно больше заслуг, чтобы выйти из этого положения. А так, опасность, входить в опасность человек не должен. Геморраг говорит на это так, что человек не входил в опасность. Не входил в опасность. Потому что кто сказал, что Бог пошлет ему чудо и поможет? А если даже еда, то ему высчитывают от его заслуг. В небесном банке у каждого из нас есть заслуги. А если человеку делают особое добро, ему высчитывают. Так это не выгодно. Не, но тут у нас только первая часть. Что посылать в дорогу, это опасно. Поэтому его, Бениамина, не послал. Воевую на Иссрою пришли сына Израиля, лишь бы покупать без своих обоим среди приходящих. Есть метраж, что было немного входов, и они разделились по разным входам. Чтобы не обращать на себя внимание. Все рослые, красивые. Не разделились. То есть очень многие приходили из земли к нам. Он властвует над страной. И с другой стороны он властвует. Но он же продает всем народам с земли. То есть он не то, что ставит там десять чиновников, а вы продавайте. Нет. Он лично распределяет. Воевые Ахиесев пришли братья Йосифа. Во Иштах, Вога и Апа им Орцо. Поклонились ему лицом до земли. А. Интересно. Это уже почти выполнился первый сон. Почти. Первый сон же был, что их снопы клоняются его снопам. То есть они клоняются ему из-за зерна. Так и произошло. Но интересно. Не полностью. Знаете, почему не полностью? Там было одиннадцать снопов. А тут поклонилось только десять братьев. Он увидел братьев, он их узнал. Он сделал их, как будто он чужой. Он говорил с ними твердые слова. Он сказал им, мы им босса. Откуда вы пришли? Он сказал им, что земли кнан. Лишбор ехал купить еду. Он узнал братьев. Они его не узнали. Сейчас я вам скажу путь, как папа с отцом объяснял это. Тут же написано, что если их обвиняют, что они шпионы. И говорит им, пока вы не приведете Бениамина, я вам зерно не дам. Почему? Почему он это им делает? О, так и папа с отцом говорил так. Йосеф был большой дилеммой. Какая дилемма? С одной стороны, папа очень переживает о том, что я пропал. Так пока Йосеф был рабом, раб не мог посылать писем. Это тюрьмы, которые были тогда в Египте. И рабство, которое было в Египте и тюрьмы, это не наши современные тюрьмы, в которых человек может посылать письма и переписываться и так далее. Тогда он вообще не мог. Физически не мог. Но когда он стал заместителем фараона, он же мог это сделать. Но Йосеф боялся. Он думал, каждый из нас должен думать о том, что он делает и к каким последствиям это приведет. Представьте себе, что он пошлет весточку папе. Я Йосеф, жив-здоров, в Египте все нормально. Что папа Яков подумает? Потом подумает, мы же не знаем. Но папа Яков позовет своих сыновей и скажет им. Рувен, Шимен, Гейби, Егуда. Скажите мне, братцы, что это такое? Тут вы мне принесли окровавленную рубашку. А тут я получаю весточку, письмо от Йосефа. Что это такое? Что-то не клеится. Объясните мне, по сути дела, что тут произошло. На что они могут ответить. И его братья будут опасаться и избегать приходить к папе Якову. А это очень плохо. Потому что папа Яков был тем, который обучал и имел большое влияние на своих, не только на сыновей, но и на внуков. А если сыновья Якова будут избегать приходить к папе и приводить своих детей, это плохо для будущего семьи Якова, для будущего еврейского народа. Поэтому Йосеф был в тяжелой дилемме. Не сообщить, папа переживает. Сообщить опасно. Иди, знай, что из этого выйдет. А когда человек не знает, что делать, правило, когда не знаешь, обычно не делай, пока ты не знаешь, что надо это делать. Что же делать? Йосеф сказал так. Бог не напрасно показал мне эти сны. Почему Он мне показал эти сны? Почему? Для будущего. Так, по-видимому, через сны, которые Бог мне показал, через них придет раскрытие Якову, что я жив. Так он посмотрел на первый сон. Первый сон, все братья будут кланяться Йосефу. Будут кланяться мне. Первый сон уже почти выполнился. Почти. Не хватает только Бениамина. Нужно как-то заставить братьев пойти и привезти Бениамина. А как можно, как я могу это сделать? Йосеф видел единственный вариант. Он обвинит их, что они шпионы. Вы пришли шпионить в Египте. Поэтому вы так разделились по разным, по разным входам. И вы шпионите. И он говорит, вы не увидите мое лицо, только если придет со мной младший брат, придет Бениамин. Только когда придет Бениамин, я буду спокойнее, что вы не шпионы. Он видел только такой путь. Поэтому он их обвинил в шпионаже. Нет, потому что так непонятно, зачем ему обвинять их в шпионаже. И зачем ему заставлять их приводить Бениамина. Зачем? Он хотел, чтобы выполнился первый сон. Ну, первый сон выполнился. Он, папа, очень не хотел. И папа беспокоился. Но он взял подарец Шимона. И он сказал, вы больше не будете видеть мое лицо, если Бениамин не придет. И не будете видеть мое лицо, это значит так же, что вы не получите зерна. А без зерна умирают с голода. Папа Яков не хотел отпускать Бениамин, но он боялся. Да и кроме того, Шимона, и мы знаем, что с Шимоном, я говорю, я не знаю. А что с Йосефом, я не знаю. Ягуда сказал братьям так, он руководил в доме, был руководителем. Он сказал, знаете что, подождите, пока закончится зерно. Тогда, может быть, папа согласится. Когда закончилось, и шло кончится зерно. Тогда Иуда говорил к папе, давайте пойдем в Египет. Папа имел претензии, а почему вообще ему должны были рассказывать, что у вас есть еще брат. Впрочем, это интересное правило. Для евреев в Багауте. Не рассказывай лишним. Не болтай. Но братья сказали, мы не болтали. Он нас спрашивал, и мы всего лишь отвечали на его вопросы. И нам и в голову не пришло, что он захочет взять Бениамина. Теперь, план Иосифа. Теперь Иуда принял на себя большую ответственность перед папой. Если я его не приведу к тебе и поставлю перед тобой, я буду грешный перед тобой все дни. То есть и в этом мире, и в будущем. Но Иуда это сделал для спасения семьи. Чтобы семья не умерла с голоду. И чтобы папа согласился послать Бениамина. Так первый сон. Пришли одиннадцать братьев. И все поклонились из-за зерна. Так написано. То есть первый сон уже выполнил. Что делать дальше? Иосиф подумал. Папа же все-таки не знает. Значит первый сон выполнился. Как же сделать, чтобы папа узнал? Знаете что? Давайте постараемся, чтобы выполнился и второй сон. А как сделать, чтобы выполнился второй сон? Тут происходит же непонятное действие Иосифа. Он их зовет к себе есть. И ест с ними и пьет с ними. Потом он дает указ подкинуть кубок в мешок Бениамина. Для чего он это делает? И потом он посылает за ним людей, чтобы искать. И ищут и находят. Знаете, это тоже бывали такие случаи, когда ищут и находят. Тут тоже это было. Вы знаете, что очень часто было в средневековье, что когда искали, знаете, как находили. Подкидывали, а потом находили. Известное дело. Так тут Иосиф подкинул, а потом послал искать и нашел. Для чего он это сделал? Почему? Это братья же страшно переживали. Для чего он это сделал? Папа за отцом говорил, что он хотел разгадкой, чтобы выполнили сны, которые ему снились. И через это Яков узнает, что с Иосифом. А раз это происходит через сны, которые Бог ему показал, то все будет к лучшему, будет только хорошо, ничего плохого не будет. Так он хотел, Иосиф хотел, чтобы выполнился сейчас второй сон. Какой второй сон? Солнце и Луна и одиннадцать звезд склоняются мне. Кто это? Солнце? Яков. Луна или это неверно? Луна это мама? Ее уже нет. Или это ошибочная часть во сне? Или это била, которая его воспитывала вместо мамы? Так для того, чтобы Яков пришел, он хотел задержать Вениамина. А каким путем? Каким путем он мог это сделать? Подкинуть ему кубок. Это то, что планировал Иосиф. Но в начале следующей главы мы увидим, что Иуда с этим не согласился. И Иуда пошел беседовать деликатно, с одной стороны и дипломатически, а с другой стороны очень твердо и решительно с Иосифом. И он не дал ему выполнить этот план. Оставить Иуда в рабстве. Он сказал ему, если уж брать в рабы, бери меня вместо Иуда. Ну это глава кончается, как нашли кубок. И он говорит, он будет мне рабом, а вы идите с миром к папе. Продолжение будет на следующей главе. Через неделю. 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 Продолжение следует...